А у вас бывало, когда государственные интересы Тесно переплетались с вашими личными Представьте себе, а у меня такое случилось Но эти недоразумения, эти разногласия были устранены Каким образом и как? Вы узнаете из моего интервью с генерал-лейтенантом Одним из создателей армянских вооруженных сил Наратом Тер Гагарянцем Нарат Григорьевич, вы стояли у истоков российско-армянских отношений Уже независимой Республики Армении, независимой Российской Федерации То есть 24 года прошло с того самого дня Когда эти две страны стали независимыми странами Скажите, вот с высоты этих двух десятков лет Вы удовлетворены нынче этими отношениями? Вы знаете, сто процентов или однозначно ответить я не могу Но скажу, что я удовлетворен В основном удовлетворен В основном есть, конечно, моменты, где нет удовлетворения Это вот последнее время произошло Когда я лично в интервью выразил такое мое недовольствие В отношении политики российского государства Связанное с продажей средств вооруженной борьбы Азербайджанской Республики Которая является агрессором И Армения находится в состоянии войны с этим агрессором Из-за агрессивных явлений со стороны Азербайджана Вот здесь вот я недовольство проявил Почему? Потому что Россия Ну, конечно, Россия богатая страна И самодостаточная страна У него столько ресурсов и резервов Что на 4 миллиарда техники и вооружения Которые Россия продает Позориться перед Республикой Армения Нежелательно было бы Это на мой взгляд А это еще товарищ Медведев подписал документ В результате которого продается около танкового полка Танковый полк до 100 танков Т-90 Я танкист, я знаю, что такое танки А Т-90 это современное средство Это главная ударная сила сухопутных войск Между прочим Второе, там более сотни единиц вертолетов Из них боевые вертолеты имеются Там боевые Значит, этот полк вертолетный Предназначен для десантирования Под прикрытием вертолетов огневой поддержки Это второе наступательное оружие И третье наступательное оружие Я по мелочам не беру Это реактивные системы залпового огня А это не простое Не БМ-21, а СМЕРЧ А СМЕРЧ российский Мощнейшее оружие Это, знаете, стреляет активно-реактивными снарядами То есть вы хотите сказать, что вся эта техника была передана Как же мне проявить неодовольствие Когда я лично принимал активное участие Чтобы Армения вошла в состав ОДКБ И вдруг в ОДКБ находится страна Республика Армения И в ной находится Российская Федерация И Российская Федерация продает оружие противнику Которая завтра нападет на ОДКБ В лице Армении И будет стрелять этим оружием В войска российских вооруженных сил Если они позволят что-то сделать такое в нарушении Ну вот как можно будет В чем смысл? Здесь какие-то экономические интересы Которые превышают политические А вы знаете, Ваним, я скажу Я этот вопрос задавал на круглом столе Я хотел об этом узнать Потому что я вас перебью Вы все-таки человек Министерства обороны И я просто не поверил бы Если бы вы мне сказали Что не знаете людей из Министерства обороны И я просто уверен Что в кулуарах вы между собой общаетесь И вы напрямую можете Тем же генералам российским Абсолютно Людям из Министерства Задавать прямые вопросы без камеры Почему вы это делаете? Откройте нам секрет Что они вам отвечают? Значит я вот на круглый стол О ДКБ Я говорю, товарищи генералы и офицеры Не пойму Не пойму Вот эту политику Цель и задачи какие? Вы что Своим же оружием Нас уничтожать? И даете чужому человеку в руки? Они говорят мне Говорили мне так На круглом столе И уничтожать не только республику Но уничтожать те же российские базы Ну нас Да, нас И вы знаете что Он говорит Да это коммерческая система Вы что тут коммерция И уничтожение Вы знаете Это прикрытие Вот я Возвращаясь назад Говорю Довольствие или недовольствие Я человек Каждый человек Чем-то доволен Недоволен Ну я не из женского персонала А военнослужащий Протом профессионал военнослужащий Всю жизнь я в армии И знаете Мне не безразлично Ибо я все-таки Участвовал в создании Вооруженных сил Армении И я горжусь тем Что именно я попал туда Это мое счастье На оставшуюся жизнь Что я вот там находился И мы вместе Моими товарищами Создавали армию И спасли наш народ От этого агрессора И сейчас этот агрессор Оснащается С всеми средствами С которыми Получает От страны Которые моим братом И другом являются И с кем я вообще дружу И если на нас нападет Например НАТО На Армению То это нападение на Россию Если на Россию Нападут с запада НАТО То это нападение На Армению И мы участвуем везде И вдруг Оснащение идет Совсем по другому Одно дело Израиль дает вооружение Для азербайджанцев Система управления Электроники Беспилотники Но это Израиль Израиль Или Украина Продавала огромное количество Средств вооруженной борьбы Азербайджану Это коммерция Это коммерция Это и все Знаете Мне сейчас приходит в голову Вы сказали НАТО Я вспомнил Противовес НАТО Варшавский договор И я даже не знаю Не умещается Если допустим Западная Германия ФРГ В то время Угрожала бы Чехословакии И Советский Союз Был бы Продавал оружие В экономических интересах Западной Германии Это исключено То есть получается Сейчас вектор Экономики Сдвинулся Уже И в сторону Политики И в сторону Тоже Обороны Технической промышленности Ну Видимо так Но вы знаете Я коммерцией не занимаюсь Да Дорогой Я был в составе Варшавского договора Я был в Венгрии Южной групповой служил После Пронятанковой академии Командиром танкового палка А был там Затем Начальником штаба дивизии Командиром дивизии И все они были Развернуты И мы входили в состав Варшавского договора Перед нами НАТО было У нас войска стояли На высшем уровне Вот в это время То что вы сейчас сказали Это 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 смерти подобно Расстрел тех Если бы это сделали Так Тогда Ну а сейчас Наверное что такое Разболталось Что-то такое Поэтому я Я лично Ну как можно довольствовать Вот я и проявил Своё недовольствие Ну не секрет Что сейчас В Армении В принципе Всё больше и больше Последние годы Есть уже и Пророссийская сторона Которая разбилась На два лагеря И Прозападная Есть там Какие-то Центристы Можно Встретить людей Которые не уважают Россию Именно Вот Из-за того О чём Вы сейчас сказали Вот вопрос Что делать Как вернуть Скажем В лоно Пророссийскую Если вы сам Пророссийский человек Вы знаете Здесь Разные направления Нельзя сказать Вот так И только так Вот эти недовольства Которые частично Существуют Да Значит Они созданы Чем-то Каким-то образом Но мы уже Общественное сознание Не только это Вот например Недавно На базе Солдат Представитель Русского народа Представитель Российского государства Находясь За пределами Родины России Уничтожает Людей Где он Предназначен Для охраны И обороны На внешних границах СНГ Это 102 База Конечно Там недовольство Людей Вопрос состоит В другом Контингент Иностранный Был и В СССР В странах Тех же Варшавского договора Служили наши Солдаты Срочники Офицеры В ГДР Польша На Кубе И так далее Вопрос в другом Как Иностранный Контингент Может выйти В самоволку Я не знаю Как это еще Назвать Будучи Причем Вооруженным В ночное время Почему такое Творится Именно в Армении Вы перебили меня Я все таки Мысль не закончил Я держу это В голове Остановился Значит Вот это Уже Вывало Вот то что Убили Вывало Недовольствие Со стороны Ленина Казов Геумрисов И ожидали Кричат Выведите Базу отсюда Вот это Недовольствие Одно Второе Недовольствие Что-то там Другое Какое-то Направление Тоже Недовольствие Таких Людей Полно И везде Во всем Мире Такие Недовольствия Бывают В разных Страх По-разному Но К России Недовольствие Проявляют Смотря С какой Стороны Вот Например Сказали Недовольствие С базы Ведь Эта база Предназначена Мы создавали Базу Я был Председателем Комиссии И когда Мы приступили К созданию Армии Лично Я предложил Тер Петросяну Я благодарю Что Тер Петросян Президент Тер Петросян Очень разумно Подходил В то время И в любое Время Которое Его жизнь Это я Я говорю Прошу прощения Есть такая единица Как замполиты Вот смотрите сюда Как они сейчас Желают Сейчас нет Была единица Замполиты И потом была Единица Зам по воспитательной Работе А сейчас Они В Армении Например Их нет А сейчас Религиозные деятели Выполняют Эту роль Хотя это Разные вещи На мой взгляд Это нежелательные Это мое И вот смотрите Сюда В этой базе Мы когда Создали эту базу Я говорю Что Сейчас мы Не в НАТО Не в Варшавском договоре Поэтому Эта дивизия Стоит И должна Вывести И на расформирование В Российскую Федерацию Поэтому Просьба Оставить его здесь Президента Оставили Я председатель комиссии Гаги Карутюнян Председатель Конституционного суда России Армении Вместе со мной Со стороны правительства Мы создали эту базу Но написали Что данная база Послушайте внимательно Предназначена Для обеспечения Безопасности Российской Федерации На внешних границах СНГ Через некоторое время Когда посадили Истребительную авиацию Потому что Базу Уже надо Прикрывать Создали пограничные Войска Мы создавали Этим Занимали Я все-таки Я все-таки Как-то Для чего-то Мы прыгали И следующее Под Ереваном Создали Совмещенный Пункт управления ПВО ВВС Здесь уже Другая обстановка Базу подписали На 49 лет И написали Не только Безопасность России Но и Безопасность Армении Во взаимодействии С вооруженными Силами Армении Извините меня Теперь какой-то Человек Потому что Там ЧП Произошло Кричит Убирайте Базу Подожди Ты хочешь Чтоб твои Все 2,5 миллиона Человек Уничтожили Что ли Потому что У нас Армения Находится В окружении Значит Знаете Сопредельных Государств Которые являются Противниками Республики Армения И мы Находим В состоянии Войны Кто Докладываю НАТО Турция Это геноцидная Страна Бывшая Которая Сейчас Почти что Продолжает В Сирии Уничтожает И так далее Поддерживает Радикальных Исламистов И сейчас НАТОвская страна И не снимает Блокаду А блокада Это тоже Геноцид Продолжение Поэтому Меня простите Я говорю То что есть По инструкции Следующий Азербайджан Это геноцидная Страна Которая Уничтожила Армян Сумгаити Выдворила И уничтожила Бакинские события Развернула Армию Начала уничтожать Карабахских Людей Армян И у него Задача была Пойти до Еревана И дальше Потому что Алиев сейчас Говорит Что Ереван Тоже его Ну Алиев Много чего Говорит Вы знаете Вот я на этом Завершу Вот эту мысль Завершу То есть Надо знать В каких случаях Для чего Это предназначено И просто так Болтать кому-то Вывести это И быть недовольным По отношению к России В данном случае Нечестно То есть Смотря Кто Честь чего К чему Недоволен Положа руку на сердце Из того что Вы сейчас сказали Я услышал Скажите честно ОДКБ Хрупкая система Или все таки Стоящее Вы знаете Неоднозначный ответ Неоднозначный Слово Хрупкая Это значит Чепуха Тряпка какая-то Которая может Разорваться Надо Вот слово Хрупкая Знаете Надо посмотреть Энциклопедию Слово Хрупкость Я не хочу Ответить Упал Разбился Вы знаете Этого нельзя Сказать Потому что ОДКБ Имеет Свои Просто Сейчас С вами Осторожничаю Нет Дело в том Что Вы знаете Дорого Дело в том Что ОДКБ Я Возвращающе Защищаюсь Не себя А все ОДКБ Если вам Вы генерал Поэтому Вы знаете Вот ОДКБ Находится Вооруженные Силы Российской Федерации И не все Войска Входят В состав ОДКБ Это первое Как мы Варшавский договор Не все Дивизии Бригады Армии Фронты Входят В состав Это Это Другая Наука А далее Казахстанская Армия Она хорошая Армия Тоже Да Там есть Белорусская Белорусская Вооруженная Сила Это Возвращающая Система Вопрос Та и Так ОДКБ Для чего Предназначены Если Кто-то Стреляет Например Сейчас В районе Казаха Из Азербайджанской Армии Стреляет По территории Армении Потому Что Армения Не обеспечила Безопасность Этой На Имбирянском Направлении То есть На Висоты Захватили Азербайджанские Войска Посадили Туда Архивист Корректировщика Тот Корректирует Минометный огонь И снаряд Попадает То на голову Человека То на домик То на скот Или Споджиг Разберитесь Вы Генераль Разговариваете С Министерством Обороны Армении Что им нужно делать А это уже Дело Министерства Обороны Армении И государства Армении А ОДКБ Здесь Не имели Никакой роли Причем тут я Я кто такой Я сейчас Один из отцов Основателей Я был командующим Вооруженными силами В Армении Потом начальник штаба Первый зам Министра Ну и министр Но я то Сейчас не у власти Там есть люди Которые у власти Я сейчас Пенсионер Значит я Сейчас нахожусь Как ветеран Вооруженных сил Я возглавляю Совет ветеранов Субботы Ваши действия Что бы вы предприняли Диверсии Заканчиваются Следом Не перебивайте меня Не вовремя Потому что ОДКБ Здесь никакого отношения Не имеет Я сейчас говорю о вас Нет Вы не закончили ОДКБ Вы вопрос задаете Не до конца слушаете Значит я внимательно Слежу У меня мозги еще работают А вот Мое мнение Если бы я был бы Если бы я был бы Я бы взял бы Полностью вернул бы Все высоты Нахчеванского направления И наимберянского И вардениского Красносельского Все высоты Взял бы Полностью В обратную сторону Чьи они Мои или чужие Не имеет значения Это первое И туда посадил бы Наших артиллерийских Корректировщиков Это второе И если вдруг Какая-то сволочь Прошу прощения Захотел бы Стрельнуть Хоть один раз В нашу сторону То я бы Открыл огонь По всему Периметру Армении В сторону Того государства Которое Стреляет Мое государство Что мешает Это делать Армении А это уже Решительность Это президент Есть верховный Главнокомандующий Его министр обороны Мне легче Габарит Конечно Потому что Это политическое явление Вот например Приезжает Клинтон И вдруг Все находятся У Алиева И вдруг Казах Огонь открывает По всей территории Армении На каком основании Государство Независимо Азербайджан Открывает Огонь Своих вооруженных сил По независимому Государству Это что А сейчас я например Открою огонь По Турции А потом Турция На меня Это что такое Это же война А они открывают Зачем это делается Сейчас Это провокации Чтобы мы Чтобы армяне Разозлились Грубо сказать И начали стрелять И вперед Вернулись В наступление Пошли А это значит Агрессии И они скажут Ага Вот видите Кто пошел В наступление Повод Для государства Любого Поводом Является война Убили Какого-то принца Первая мировая война 50 миллионов Уничтожено Сделано то что Убили вот например Сейчас кого-нибудь Вот Немцова Убили Немцова А кто виноват Путин виноват Причем тут Путин Когда его убили И рядом Дамы из Украины И мгновенно Еще Даже еще Не поняли И в чем дело Уже Порошенко Соболезнование К этому человеку А кто А ты не соболезноваешь Когда твоего 5000 человек Украинцев Ты уничтожаешь Не соболезноваешь Да Ну то есть Здесь надо разобраться Это повод Это повод Для того чтобы На Путина Наговаривать Чтобы Чтобы Россию Признали Каким-то агрессором И так далее Везде требуется Смотря какая страна Какое направление И что делает Чтобы для своей Для своей Это делать Понимаете То есть У кого какая политика У американцев Совсем другая политика В этом направлении Понимаете Поэтому смотря Какая страна Какая военно-политическая Обстановка И кто какую политику Ведет Вот Поэтому я говорю Что повод Повод Это есть повод Вот сейчас Азербайджан Постоянно Открывает огонь Постоянно Но в год Если вы анализируете Более Трех тысяч Пятьсот Восемьсот До четырех тысяч Доходит Нарушение Между вот это Почему А потому что Вот сейчас Вот заключили Контракт В Украине Чтобы ясно Было для вас Вот на Украине И сказали Вот на столько-то Километров От этого момента Вывести Такое вооружение На сто километров Такое ракеты На столько-то Да-да И так обоим И до сих пор Выводится Да Точно так Был подписан договор С Азербайджаном И Арменией То есть Арабахом Когда вот так вот Вот на столько Километров Убери танки На столько Убери Реактивные системы И так далее Убрали Понятно Сейчас А получилось Сейчас что Азербайджанская армия Подошла К границам Глини Сопрестовения Это Нашего Арцаха На 40-50 метров Сказали Уберите Снайперские Армения убрала А Азербайджан Не убирает Сказали Не стреляют Армения молчит Азербайджан Каждый раз Наросит поражение Ну подождите Ну надо совесть иметь И потом Запускает своих диверсантов Внутри У них на постах Боюют Друг друга Уничтожают Они говорят Армяне Убили моего солдата И родители Азербайджанские Значит В панике Ну это уже Переход из боевого В разряда И идет Азия Взаимосвязь И взаимообучновка И получается Армяне виноваты Надо ненавидеть армян Специально Арман Игорьевич Как Вы относитесь К информационной войне Давайте из боевого Знаете что Информационная война Это составная часть Войны Кто владеет Информацией Твоев владеет Миром Миром При помощи Информационной войны Можно победить Войну Не начиная Огонь Запомните На всю жизнь Информационная война Это самое Лучшее С чего Придумывало Человечество При помощи Информационной войны Можно поменять Полностью политику любого государства пример я вам скажу саакашвили один из бандитов который возглавлял грузинское государство дает команду на открытие системы залпового огня дивизион стоит а каждая установка 40 стволов 3 секунды выстрел одна установка бьет на 21 километр и накрывает 12 гектаров так он целым дивизионом а это три батареи в каждой батарее по 6 штук открывает огонь под химвале по мирному населению то есть геноцид уничтожение детей стариков все и там же и что делается кто-нибудь от защитил из америки и так далее никто так что произошло а произошло то что когда все это закончилось и и российская армия помогла спасти народ осетинский южный а мне этот народ известен хорошо я сам из осетии обладе кавказский я знаю что это очень добрый порядочный народ 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 есть народ и вот он и никто его не привлез к ответственности никто не он не собесник не военный трибунал он и что было произведено по всему миру вся информация говорила русские напали на грузию и грузины так и считали что русские напали на грузину и это целый год бедный товарищ медведев товарищ путин везде где выступали донимы напали на нас напали а без запад вся пресса все радио телевидение не от это русские напали но это бессовестно нахалы на высшем уровне вот что такое информационная война сейчас второй пример сегодняшний который вы поймете пол оборота что делается порошенко развернул войска и напал на восток на восточную часть на часть новороссии которой является земля русская двадцать втором году ленин он много бедно творил ленин передал это украине украины что такое украина украины никогда не было единым государством россия да крым сейчас мало тот же луганск донбасса в составе украины да теперь смотрите порошенко наносит удар но я и в этот виду его воли все вооруженные силы круглые сутки бомбят уничтожают полностью населенные пункты в донбассе и так далее луганске так далее народ бежит уничтожается геноцид народа происходит что такой саакашвили это ребенок перед этим порошенко уже и еще пошел по учит между прочим и никто порошенко мер не принимает еще даже этому порошенко рыки руку подают президенты я сожалею что путин вообще не должен был у него даже на расстоянии к ним не должен стоять этого сволочи прошу прощения уничтожает свой народ а в 1 какой народ между прочим где уничтожается народ там бывший советский народ живет там и армяне там и азербайджанцы там и грузины там и евреи там и русские там и украинцы но русские больше всего и уничтожая выдворяет разрушает всю всю систему чтобы очень не возвращались вот что делает и что и что говорит америка англия франция и меркель что говорят что русские напали вы посмотрите какая информационная политика вот что такой информации у нас мало времени уже остается и последний такой вопрос как вам поэтому нам надо информационную систему иметь на высшем уровне особенно армении да вот еще такой вопрос последний будет как вам наш канал я знаю что вы уже просмотрели несколько наших выпусков вы знаете канал но я вообще-то удивился что вот такое название антитопор я знаю что значит я догадался как хотя бы лысый человек я догадался что антитопор это топор который азербайджанский офицер подлец поднял значит орудие а топор против спящего человека азербайджанцы так из-под тишка всегда все делает из-под тишка они что они найти русские слова бандражистые люди они из-под тишка все делают небо подняться на дуэль вызвать и сказать давай стреляться будем нет он спит человек он из-под угла подошел и и еще алиев его сделал героем азербайджанского народа и народ воспитывает из-под тишка убивать армян например но это оскорбляет вообще-то весь азербайджанский народ и доводит его авторитет до плинтуса но это уже дело алиевской пропаганды а вот то что вы создали значит сайт до называется против этого топорного явления молодцы но я часто не вхожу туда потому что я вы знаете иногда там у вас перепал какая-то идет кто-то кем-то недоволен даже бывает я слышал что даже наши армяне некоторые даже с вами там спорят и так далее вы задание от зависти но наверно зависти а знаете зависть для чего что такое зависть вообще-то это нужно у них спросить за они с вами встречались да вот надо но я-то не знал потому что они считают что это неправильно было я например не знал это эту программу сейчас я его знаю как бы я знаю вот например я несколько программ посмотрел вы очень разумные вещи там слова айастан а я откуда там армяне и так далее а вообще зачем доказывать вот азербайджан сейчас говорят что ереван это это их не родина и вот вдруг вы появляетесь или другой говорит нет это не ваша это наша родина зачем вы с ним спорить и он дурачок если дурачок значит самое мало просто показывать что ереван это древнейший город вот столько только ты ему лет мы показываем но не надо его как бы его рекламировать что он говорит он говорит он дурак вообще-то потому что он сам вот это азербайджан дурака тоже нужно рекламировать что когда-нибудь он поумлел но тогда я но я рад что вы смотрите наши выпуски но теперь надо побольше смотрим потому что очень много справедливый если вы справедливый там понимаете и критикуйте того кого положено критиковать а критика это двигатель как говорится да вот и порядочный человек если ошибки все совершают когда я видел просто последний выпуск с вами встречались люди я просто был уверен я по своей второй специальности психолог я был уверен что сначала перед интервью с вами поговорили рассказали о том какой рутюнов плохой какой антитопор никчемный а потом только начали вам задавать вопрос я сейчас хочу сказать в камеру что перед тем как записывать сегодняшнее интервью с генералом григорянцем у нас не было никакой договоренности все вышло спонтанно мне пришлось позвонить с помощью наших друзей в москве договориться о встрече генерал нас с удовольствием принял нисколько он не злой как пытаются преподнести некоторые наши недруги ну вот я вот что нибудь кому-то разозлил вы вы не я стараюсь справедливо пока это если у них ко мне есть уважение и ко мне обращаются я что знаю я не никогда зачем я должен говорить о человеке паршивый когда я это не имею право первое спасибо на рад григорьевич у нас время сожалению закончилось мы удачи и успехов благополучия во всем так поговорив о современных российско-армянских стратегических связях мы затронули и наш личностный вопрос и как вы сами поняли генерал действительно был введен в заблуждение до встречи со мной но правда всегда побеждает и правда всегда за нами за антитопором увидимся непременно а